Значит, если мы посмотрим, что из южнославянских детских литератур издавалось в Советском Союзе до оттепеля, то увидим только произведения Раду Листинского. Поэмы, стихи и сказки. Их очень много. Это детский поэт? Нет? В газете «Правда военного времени» как минимум его 9 стихотворений. И они оттуда перепечатывались по куче периодики. Так кто это такой Раду Листинский? Откуда он вообще взялся? Он родился в 1901 году в Черногорской деревне Стияно. И в честь этой Стияно-Пиперской он взял псевдоним. Его настоящее имя Раду Лим Маркович. Маркович это фамилия. В Черногории он практически неизвестен. Зато там до сих пор хорошо известен его дядя Вукашин Маркович. Это пламенный коммунист, участник Октябрьской революции, соратник Ленина. Раду Листинский участвовал в Черногорском восстании 1921 года. Он сидел в тюрьме за это, а в 1927 году эмигрировал в Советский Союз. Там он вступил в ВКПБ. И неизвестно, чем он занимался 7 лет, но в 1934 году он начинает печататься. И очень активно. Сначала он публикует очерки революционного движения в Черногории. И в том же году переключается на стихи, которые печатает в журнале «Молодая гвардия». В 1937 году его дядя Вукашин, который тоже живет в Союзе, становится жертвой сталинских репрессий. И упоминать его просто опасно. В большой биографической статье Гершензона о Раду Листинском Вукашин Маркович не упоминается, а дядя-большевик фигурирует под именем Милутин. Насколько этот Раду Листинский вообще был популярен и известен? Во время войны он работал во Всеславянском комитете. На всеславянских митингах в Москве в 1941-1942 годах он произносил речи в стихах. «Молодежь балканская к оружию» и «К мести братья гордые славяне». И вы сразу слышите такой сербский десятисложник героически-эпический. Это он. Вторая речь была также выпущена в виде плаката и, очевидно, много где висело. Эти стихи о гидке печатались в «Правде» и «Известиях», а оттуда их копировала остальная периодика. «Красная новь», «Красный флот», «Краснофлотец», «Красноармеец», «Смена», «Советская Сибирь», «Восточно-Сибирская правда», «Советское искусство» и печатный орган Всеславянского комитета «Журнал «Славяне». Его стихи печатались во многих других журналах и поэтических сборниках, входили в репертуар артистов всесоюзного гастрольного концертного объединения все во время войны. Он и сам разъезжал с агитационными выступлениями, а также вел радиовещания на сербском языке. Во время войны «Красбумага», вы знаете, было тяжело. Не только стихи о гидке Стейнского публиковались, но и его сказки и поэмы, и даже переиздавались. Его стихи минимум трижды были положены на музыку советскими композиторами. То есть фигура медийная, вы видите. В 1947 году, сохранив советское гражданство, он уехал в Черногорию, где преподавал русский язык и литературу в исторической высшей педагогической школе города Церине. Вскоре он вернулся в СССР, где жил и печатался до самой смерти в 1966 году, преимущественно как прозаик-романист. На русском языке опубликованы многочисленные его стихотворения. Пьеса «Дорога на Златий Бор» в 1943 год, поэмы «Петр Дабшевич» в 1943, «Переди Освета», «Спушская крепость» в 1944, исторический роман в трех томах «Очаг свободы» в 1955-1966, сборники «Колубель юнаков», песни-стихотворения поэмы «Следы на песке». Последняя публикация Стеинского на русском языке вышла через два года после его смерти в 1968. Это сборник избранных стихотворений «Последний ветер». Большой архив Стеинского хранится в Рогали, в частности рукописи его неопубликованных романов. Библиографии Стеинского не существует вообще, я ее составляю. Там уже печатный лист. Стеинский – это единственный южный славянин, чьи произведения публиковались для детской и юношеской аудитории в дооттепельном СССР. На самом деле, я вам тут вру, это единственный Югослав, потому что «Болгар» начал публиковаться раньше, еще с 1947 года, и с 1950-го они так уже хорошо так пошли. Но вот именно Югославы дооттепеля не публиковались у нас, только Стеинский. Для детей изданы у нас его сборники «Черногорские сказки», 37-39 переиздания, «Белый камень», 42-43, два издания, «Моя песня», 42-й, «Зеленый меч», 45-й, «Волшебные гусли», 57-й, «Роман Костер», 41-й. С 1936 по 1946 год многие стихотворения, которые позже вошли в его поэтические сборники, были опубликованы в центральных детских журналах «Костер» и «Пионер». И вы знаете, что у периодики детской в Советском Союзе был гораздо больший охват, нежели у сборничков и вообще книг. В то же время это единственный советский писатель, который создавал образ Югославии для тех, чье детство и юность пришлись на период 30-40-х. По словам Академика Трубачева, который родился в 30-м году как раз, именно творчество Стеинского пробудило в нем интерес к славянам. Он пишет, «Зачатки интереса к славянству взранили хорошие книги. Перед самой войной мне встретили в детском журнале и запомнились эпические стихи черногорского поэта Радули Стеинского. Я хранила о них теплые воспоминания долго и бережно». Скорее всего, речь о публикации 1939 года. Центральная тема произведений Стеинского – это «Родная Черногория, предельно романтизированная и героизированная». Его излюбленный персонаж – это черногорский детсказитель. Такого же деда, только русского, он сделал центральным персонажем своей колхозной оратории 1936 года, за что его журили советские критики. Потому что черногорская патриархальность Стеинского тут не совпала с советскими представлениями о людях старшего поколения, которые не способны проникнуться идеями славного настоящего и недостойны жить в идеальном будущем. Тем не менее, в 1943 году в оратории «Соколиное племя» у Стеинского вновь появляется «Дед Славянин». То есть с этим любимым образом он расставаться не желал. Переводчики сделали ставку на форенизацию, оставив в непереведенном его поэзии огромное количество экзотизмов. И многие такие переводы спровождаются словариком, в том числе журнальной публикацией. А переводчик Штейнберг так и вовсе снабдил издание колхозной оратории 20-ти страничными пояснениями к переводу. Стеинский сделал черногорскую экзотику своим брендом. Многие свои стихотворения он сознательно написал в традиционном героико-эпическом жанре юнацкой песни и исполнял их в манере балканских сказителей под аккомпанемент южнославянских смычковых гуслей. Одна струна, и по ней возюкаешь смычком. Помимо приключений вымышленных героев, он восхвалял югославских партизан и Тито. Во время советско-югославского разлада, с 1948 года который шел, страницы с этими стихотворениями будут аккуратно вырезаны из библиотечных экземпляров. А в оглавлении их названия аккуратно замазаны. Не ограничиваясь нишевой героикой, он также старательно прославлял идею славянского единства, советские колхозы, ВДНХ, Ленина и Сталина. И по свидетельству дочери Арсении Тарковского, он был убежденным сталинистом. Что касается переводчиков, кто его переводил? Постоянными переводчиками Стинского были известные поэты Арсений Тарковский и Аркадий Штейнберг. Переводили они, как правило, вместе, и переводы их были авторизованными. То есть Стинский приблизительно сообщал тему, давал заготовку, а Тарковский и Штейнберг создавали значительную часть текста сами, Стинский часто бывал дома у Тарковских. Когда Тарковский развелся с женой, за этой женой он ухаживал, но отчимом режиссера Тарковского не стал из-за своей прижимистости, потому что поскупился купить ребенку большую шоколадку, а не маленькую. Женщина подумала, какой жмот, и отказала ему. Совместный перевод первой части поэмы Стинского «Партизан на румиторе» в 1935 году положил конец дружбе Тарковского и Штейнберга и их совместной переводческой работе. И следующие два года Стинского переводил исключительно Штейнберг. Он неоднократно сетовал, что его авторизованные переводы стихотворения Стинского это по сути фантазия на заданную тему, то есть переводы без оригинала. И они должны оплачиваться соответственно как стихи, а не как переводы, то есть больше он должен получать за них. А это, как вы понимаете, подрывало статус Стинского как поэта. В 1937 году Стинский отреагировал в духе времени. Написал на убежденного коммуниста Штейнберга донос, якобы тот обожает Гитлера, приклеивает усики и копирует его перед зеркалом. Штейнберга арестовали и осудили на 8 лет, но в 1939 году его мать добилась пересмотра дела и приговор был отменен. Как видите, черногорский коммунист стал активным участником советского литературного процесса. Поэтом, писателем, драматургом очень активным, очень созвучным в своей эпохе и заслуженно забытым в наше время. Сам Леонах написал этот вопрос. А Турбачев, например, говорил. Он говорил об авторизованных переводах Штейнберга и Тарковского. Какова роль самого Стинска в этом? Какого писать за него эти томные? Видимо, они втроем это сочиняли. Стинский давал идею. Вы имеете, я бы сказала, романы. С романами, честно говоря, я не успела ознакомиться. Ну, то есть вы не читали, поэтому, может быть, там цельная эпическая планка. Второй момент, который, в общем, очень важен. Дело в том, что действительно был страшный совершенно конфликт с Евглаславией. И Ростита назывался шайкой, там, предводителем шайки Вару. Славные были, так сказать, моменты. Как он в это время уцелел? Он был в Югославии. С 48-го года? Да, до окончания конфликта он был в Югославии. В 53-й вернулся? Где-то после 53-го. В 55-м он уже был у нас. А его не преследовали в Югославии как в старинистах? Ведь все же знали, что он в старинистах, кроме того, по всей вашей биографии, что он явно сотрудничал с органами. Это человек, который явно работал на две стороны. Тут он работал на тех, а там он работал на их. Вы думаете, это настолько сложная личность? Потому что его бы там просто придавили старинист в Югославии во время этого жуткого конфликта. Вы когда-нибудь читали такого «Арест Мальца?» Замечательная вещь, называется «Югославская трагедия». Оторваться нельзя. Это про рассказ, какая скол чтит. Большой, вот такие вот, два таких тома. Очень увлекательно написано. Поэтому, понимаете, то, что он сидел в Югославии, это просто невозможно так мстить, что его сохранили, не посадили там. Это очень интересная биография. В ней много дыр, много несостыковок, как видите. Но почему тогда вы сказали, закончили свое выступление, такой вот приговором? К счастью, забыт. Человек послужил своей эпохи, своим творчеством, сломал судьбу Штенбергу. Вы же и это опровергаете. Его ли это творчество, и творчество ли это вообще? В любом случае, оно, если оно и тройное, совместное, по крайней мере, он был идейным вдохновителем. И явно тему Черногории и тему Югославии разрабатывал только он один. Подождите, много дыр. Вы говорите, вы называете такие имена в доме Тарковского, и вы говорите, что он идейный вдохновитель. Так. Однако они хотели получить гонорар за свое. Конечно. А как это одно с другим сочетается? Очень просто написал донос этого арестовали гонорар. И это вся жизнь человека состоит из этого? Тогда при чем тут? Смотри, Леонид. При чем тут у литературы ведения вообще вырабатывает все? Это непонятно. Ну, при чем тут тогда это? Это какое-то исследование близко литературное. Но это где филология, где вообще? Это скорее история литературного процесса. Я даже не уверен, что это история литературного процесса. У меня крутится вот этот вопрос, который пока просто не могу сформулировать. Вот есть ли смысл останавливать свое внимание на фигуре подобного рода? Если есть смысл, то в чем, каков он, под что мы можем, вам приятно, что читать его сейчас кто-то сможет? Может быть, кто-то получит удовольствие. Фигуры, наверное, очень много, которые оказались в бездне время, как забыто. Наверное, есть какой-то гуманистический способ, чтобы раскрешаться. Но, я не знаю, вот, каков смысл выслушать эту филу? Потому что Буниши работала на одну разведку, на двери. Нет, этот вопрос меня не интересует вовсе. Да, вот какой интересует. Ну, а может быть, действительно прочесть неопубликованную или опубликовать эту, если она досходит? Сомневаюсь, что это имеет смысл. Если бы она была достойна того, и вам опубликовали. Сколько угодно у нас таких вещей, забытых авторов, которые сейчас публикуют, и это совершенно по-другому дает возможность смотреть на самую книгу и на ту книгу. Роман он писал на сербском? А он написал, что он хочет. Да, 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 роман он писал на сербском, их приводили на русский. А кто переводил, не знаете? Не только что это за человек, но и что он такое написал. Да, потому что человек без текста, они уже все что-то рассказывают. Маша, позиционируйте, как писатель. Не выражение. Ну, что это? Как его определить? Писатель или нет? Критик, писатель, переводчик. Это поэт, писатель и драматург. Возможно, в соавторстве. Возможно, не все в соавторстве. В общем, насколько я понимаю, датант Марии Михаила Михаила, не дадутся. Переводчики не указаны в романах вообще. Мы стоим в том, чтобы просто, ну, как-то реактуализировать в нашем современном представлении, в нашем представлении, эту фигуру. Эта фигура может быть очень интересна. Но я думаю, что она может быть интересна, как репрезентация некой тенденции. Или неких тенденций общественной и политической жизни. Ну, сегодня заходил у нас уже разговор о политическом романе, об этом жанром разновеленности романа. Вот. Я думаю, что это вот как раз тот случай. Я думаю, что это тот случай, когда мы можем говорить о том, как складывались судьбы людей в условиях вот той политической конъюнктуры, часто ужасной конъюнктуры. Потому что, конечно, с Югославией это путь от дружбы, к такой взаимной ненависти. Ну, Крущев не смог ее все равно, может, это обратно повернуть уж совсем. И всегда Югославия была там дистанцирована. Всегда мы говорили, вот она, значит, на многих социалистических странах, а они говорят, не-не-не, мы не присоединившимся. Значит, что касается языка, это тоже интереснейший вопрос, да. Сербо-хорватский язык, которого у нас учились группы сербо-хорватские, а теперь выяснилось, что нету такого языка. А теперь еще и черногорский. То есть, мне кажется, что вот весь этот комплекс проблем, которые, безусловно, представляют эти рейсы, может решиться на приеме не одной фигуры. Такой фигурой, возможно, может быть в этом галтерадоре Стеинске. Возможно, так. И милингизм, да, ну, мультилингизм, да, и способность ориентироваться в этой политической ситуации. То, о чем Мария Ельцинсказала, так можно было жить здесь и там, да. Вот мы с Рейболисом сейчас в кулуарах, что называется, вспомнили одного из героев в Круте Кирилл. А есть так все незаметные герои, который появляется в гостях по Макарыгинах, когда Макарыгин устраивался в вечеринку. Вот, и он очень боится себя в этой вечеринке отправить, потому что он живет бледной жизнью югославского инвалида. Потому что сейчас нельзя проявить себя ярко. Вот такая же фигура, проходящая шлифом, очень ярким шлифом, когда он смотрится. Вот тоже, тоже дославно, дославно, я не помню. Да, вот, это просто посмотреть. Может быть, эта фигура тоже имеет такое вот способ, такое же значение. Но тогда я бы, если бы посвятил какое-то время изучению этой фигуры, ну, жизнь. Потому что это, наверное, стоит посвятить. Ну, вот, если бы посвятил там месяцы или годы жизни. Ну, это осталось бы вот эти вопросы. Вопросы, которые, возможно, он пытался решительно оставить. Ну, из вопросов, вот что это уже прозвучало. Вот мне кажется, что в этом смысле было бы получиться, будут идти интересны какой-то такой вот научный сюжет. Потому что, на самом деле, явления-то видны чаще всего не ярчайших вот проявлений. Ну, вот, скажем, социализм, да, вот вот классическое проявление. Вот Фадей, да, Фадей, он выходит за эти рамки, слишком большой писатель, да, слишком большую тему он берет, скажем, в Атрии, да. А вот в фигуре незначительной. Романтизм часто видит незначительную фигуру. Там уверен, что она тут была уже ярче, чем с губами Лермонтова. Может быть, даже здесь. Может быть, здесь мы увидим более ярко те явления, о которых мы сегодня сейчас говорим. Это может быть действительно очень интересно. Как мне кажется. Но в любом случае, вы зачем-то составляете ее парточки, да, а в графе занимаетесь. Надо из этого как будто смысл извлекать. А не просто вот, ну да, вот был такой, ну был. И слава богу, да, что никто его не знает. Я изучаю, я вам рассказываю. Слава богу, что вы об этом не знаете. Вот что я бы хотел сказать. Есть еще какие-то суждения, конечно. Ну, я бы хотела вернуться к вопросу Мальвиктовны. Может быть, он не такой уж законченный конформист, понимаете. Может быть, там что-то другое. Может быть, там страх. А может быть, там идеология такая неисправимая. Может быть, проза что-то и подскажет. Но там свои могут быть драмы какие-то, понимаете. Драмы, да. Кроме того, социореалистический текст вообще всегда имеет несколько, как бы, уровень. То, что вы хотели сказать, а что сказали. Да мы даже еще не знаем, социореалистический или это название. Я условно говоря, что вы пришли на прессу с дневниками твоими, да? Ну, там не случайный выбор детской литературы, да? Да. Да, кстати. Да. Она была востребована. Куда можно уйти. Да, и уйти от каких-то... Да, 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 мы подошли. Продолжение следует...